В этом уроке мы рассмотрим, как нужно готовить графические файлы для интернета. К примеру, если у вас есть интернет-магазин и в какой-либо карточке товара показывается много изображений, то сделать нужно так, чтобы странички пользователям грузились как можно быстрее. Делается для того, чтобы кто-то на трафике сидит, оплата идет за трафик, у кого-то еще могут быть медленные интернет-соединения, и поисковые машины отслеживают скорость загрузки страниц. Поэтому чем быстрее у нас загружается страница, тем лучше и для пользы, и для поисковых машин. Кратинки нам нужно специально для веба зажимать. Как это делается? Есть различные графические редакторы. Я пользуюсь фотошопом, кто-то пользуется чем-то другим. Давайте рассмотрим, как это в фотошопе делается. Допустим, берем картинку. Как видим, размер этой картинки 1750. Это довольно-таки большой размер. Если у вас сайт не посвящен картинкам для рабочих столов, компьютеров, для того же интернет-магазина, то достаточно гораздо меньше изображения, картинки. То есть берем вот эту картинку, меняем изображение. Допустим, давайте делаем 500 пикселей. Обратите внимание, если вот такая штучка тут стоит, то что мы тут меняем, ширину, у нас автоматическая веста подгоняется. Давайте сделаем 500 пикселей. Окей. Вот видим, у нас достаточно качественная картинка получилась. Размера достаточно такого большого, видимо. Мы можем побаловаться и, например, цвета обменять. Вот видите. Ну, то есть и картинки плохого качества. Яркость, контраст. Обменять. Вот так же мы можем делать горизонтальную. Видите, когда? Ну, допустим, мы отредактировали нашу картинку, сделали размер. Теперь делаем, что? Файл. Сохранить как для веб в меню. Вот у нас открывается такое окошко. Вот обратите внимание. Два окошка. Вот это оригинальный размер. Вот это у нас тот, что у нас уже сейчас будет сохраняться. Мы вот ставим здесь. Вот сюда кликаем. У нас появляется такая менюшка. Вот. Ну, допустим, делаем вот JPEG. Изображение. Качество сжатия 30. И вот смотрите. Натуральный у нас 549 килобайт размер, а сжатый 12 килобайт. То есть, если мы посчитаем это вот на калькуляторе, во сколько раз у нас будет меньше изображения. 549. Делим на 12. Вот видите, в 45 раз. То есть, это очень хороший результат при практически незаметном качестве. То есть, вот видите, мы 30 делаем. Можете сделать 50. Вот сюда кликайте мышкой. И вот здесь, видите, у нас 19 уже изменилось. Ну, качество как тот же самое осталось. Поэтому давайте опять 30 вернем, чтобы поменьше был размер. Все, делаем сейф. Сохранить как. Ну, в ту же папку сейчас сохраняем. Откуда мы ее взяли? Эту картинку. У вас могут быть свои папки какие-то. Вот. Можем. Оригиналы мы можем оставлять. На всякий случай. Но тут добавляем какие-нибудь символы. Сохранить. Все. И теперь, идя, вот видите, вот у нас 12 килобайт. Сейчас созданный файл, сжатый. А вот оригинальный 58 килобайт. Все. Вот так вот мы сжали изображение.